я всем привет произвожу укладку напольного керамогранита единственный момент то что под этим керамогранитом сейчас нету клея и я спокойно стою на этом керамограните произвожу замеры делаю подрезки вот эти вот куски сейчас я буду подрезать и раскладывать а почему это сейчас делаю потому что решив просто выложить одну полосу я понял что этот керамогранит он абсолютно кривой то есть нету ни одной ровной его грани и поэтому сейчас мне нужно крутить вертеть этот керамогранит так чтобы каждая сторона каждый шов соответствовал предыдущему выровнять так сказать эту плитку по швам потому что если просто производить укладку по рисунку так как он идет то получается что швы где-то у нас остаются узкими а где-то получаются широкими потому что одна сторона его большая другая чуть поменьше и в общем вот он я стою на керамограните хорошо он очень плотный жесткий на той под своим весом я его не продавлю и это позволяет мне ходить по нему спокойно для того чтобы производить все замеры который нужно мне будет сделать в общем сейчас я пока по периметру прогоню весь этот керамогранит с подрезками ну а после уже приступлю к укладке этого керамогранита многие делают видео как укладка на поле плитки за 15 минут да я вам скажу вот только вот на вот эти замеры часа три у меня уйдет с подрезками если не больше а потом уже я буду производить укладку это еще как минимум часа полтора так что ни о какой там скорости укладки речи быть вообще не может это все бред поэтому не ведитесь на это чтобы сделать укладку скоростную нужно иметь ровную площадь а вот никакие вот такие вот углы которые не дадут вам возможности сделать это все быстро ну и соответственно за один раз я возможно даже не смогу это все уложить потому что ну не знаю возможно попробую конечно сайт начать с одной стороны и закончить другой возможно это получится но пытаться не буду потому что на сегодня все равно у меня времени не хватит чтобы сделать полностью укладку этого керамогранита пока я начну подрезки и там уже посмотрим что получится в общем закончу подрезки покажу что получилось а а Субтитры подогнал «Симон» После раскладки плитки на полу с подрезками я пронумеровал каждую плиточку для того, чтобы сейчас все это убрать и уже в обратном порядке начать раскладку этой плитки на полу. В общем вот такая вот идет номеровка. Первый пошел в 1, 2, 3, 4. Дальше у нас уже правая плитка. Первая, правая, вторая, правая, третья и так далее. С этой стороны пошло наоборот. Левая, первая, вторая, третья, левая, второй ряд, первая, вторая, третья. Ну и в общем вот таким вот образом до конца. Вот так это все у меня пронумеровано. И теперь все это нужно у меня убрать. Вот это то, что осталось в подрезке. Я их сделаю потом уже после полной раскладки основной площади. На подрезке не буду сейчас заморачиваться. Разобрал первую половину. Собрал все по номерации. И теперь в обратном порядке восстанавливаю картину. А вот эту половину я не стал трогать. Она как лежала, так и лежит. Я это сделал для того, чтобы эта половина у меня была в качестве маяка. Потому что бывает так, что если разобрать все, то буквально погрешностью в миллиметр мы можем дать совершенно другой рисунок. И наши углы, которые мы заранее подрезали, могут не совпасть. Поэтому эту половину я оставил для того, чтобы ориентируясь по ней, я мог спокойно выкладывать ту часть плитки, которую убрал. И вот сейчас я выложил первые две плитки и уже пошел в ту сторону. И теперь обратно возвращаясь, я завершаю укладку этой половины и уже буду убирать потихоньку эту половину и соответственно выходить к выходу. Ну, либо оставлю эту половину на завтра, первым делом с утра положу эту половину и потом уже буду продолжать укладку на стены. Ну, любой вариант, в общем, возможен, кому как удобно. Если вы сильно торопитесь, то можете сделать это все за один раз. Если это все не к спеху, то можно спокойненько завтра все это доложить. По крайней мере, я сделаю так, потому что в работе спешка совершенно ни к чему. Нам нужен, главное, качественный результат. Вот такие вот дела. Так вот, смотрите, номерация 1, 2, 1, 1, 1, 2. И здесь вот 2, 1, 2, 2, 2, 3. Потом идет уже вот, ну, в общем, первая цифра означает столбик, а вторая цифра означает ряд. Ну, вот таким вот способом я решил пронумеровать, чтобы не запутаться во всем этом многообразии плит, которые у меня возникло в куче после его снятия с этого пола. Так, ну вот, обратите внимание, насколько твердый этот кафель. Я на нем спокойно стою. Ну, это керамогранит. Спокойно стою. Еще главную, важную роль играет то, что пол, на который сейчас я это укладываю, он у меня идеально ровный. Соответственно, когда лежит эта плитка на полу, она никаким образом не ерзает на нем. Это тоже залог хорошего результата, хорошая подготовка. Да и даже под гребенку я просто спокойно это все увожу. И, то есть, без напряга, без всяких там неожиданностей спокойно просто вся работа у меня проходит. Так что подготовка – это основная часть работы, которую нужно выполнить качественно, хорошо. И вы получите желаемый результат. Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Дима Торзок